Доброе утро, ребята! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Разумеется, возвращаемся мы, плавно переходим на очередные торги. Сегодня нас ожидает довольно-таки интересная снова торговая сессия, масса интересных фундаментальных возможностей, и мы будем по полной использовать все их для нашей каждодневной спекулятивной деятельности. Разумеется, в ходе брифинга обозначу традиционное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительные бонусы на пополнение, плюс те максимумы, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться этим бонусом, вы прекрасно знаете, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и потребовать его получения. Бонус действует до, соответственно, завтрашнего брифинга, и у вас есть, по сути, сутки, чтобы сознательно повысить емкость и покупательскую способность вашего депозита. Что касается сценария, то, разумеется, давайте начнем с наших традиционных вступительных активов. Это нефть и российская валюта. Тем более, сегодня, даже можно сказать, по итогам вчерашней торговой сессии, эти активы для нас представляют еще больше интерес, потому что сегодня мы будем констатировать реализацию одной из самых долгосрочных инвестиционных идей, которые мы ставили по энергоресурсам. Что касается российской валюты, тут тоже уже все цели перевыполнены, и только остается констатировать тот факт, что мы сделали правильную ставку, и я хочу порадоваться вместе с теми трейдерами, которые смогли прокатиться вместе с нами на этих долгосрочных инвестиционных идеях. Что касается нефти, откройте, пожалуйста, котировки, актуальные графики, цены. Сейчас мы видим то, что бренд у нас уже торгуется ниже психологически важного уровня 50 долларов за баррель. Идея, которую мы обозначили больше года, полностью реализована. Колоссальная прибыль. Я напомню, что мы прокатились буквально свыше 70 долларов за баррель до вот этой отметки, которая характерна для рынка сейчас. Соответственно, это больше 30% прибыли, и, между прочим, это без использования кредитного плеча. Разумеется, если добавить к этому еще и кредитные ресурсы, особенно те, которые мы предоставляем на сырьевые товары, получается, что прибыль в разы превосходит даже наши ожидания. И по факту мы говорим, что это одна из очень крутых и классных инвестиционных идей, которые уже реализованы. Поэтому я поздравляю всех, кто прокатился с нами на этом понижательном тренде энергосырья. Что касается дальнейших ожиданий по нефти, здесь, конечно же, уже опасно торговать, делая ставку на еще большую коррекцию. Поэтому я могу порекомендовать либо зафиксировать тот результат, который уже достигнут, либо поставить, скажем, локальный стоп-лосс примерно в районе 54-55 долларов за баррель. Ну а те, кто уже закрыли свои сделки, можно попробовать незначительными объемами и еще попытаться прокатиться на, может быть, еще более глубоком коррекционном движении по энергоисусам. Тем более, что фундаментальный фон никак не отпускает этот актив. Причины, которые толкают и бьют сейчас по позициям нефти, это, разумеется, та самая активная ставка, которую мы делали на избыточное предложение и не достающий, соответственно, в связи с этим спрос. То есть мировая экономика затухает, мы констатируем объективную слабость. Между прочим, за последние 6 месяцев темпы роста мировой экономики снизились на 2%. Это самый худший показатель и самый серьезный спад примерно с 2008 года, то есть кризисного 2008 года. Что касается избыточного предложения, мы здесь ориентируемся именно на объемы производства ОПЕК. Уже давно пришли к выводу, что квота, которая была поставлена и обозначена в районе 30 миллионов баррелей в сутки, уже давно превышена со стороны нефтяного картеля. И актуальные объемы говорят в пользу того, что на текущий момент, я думаю, что ОПЕК добывает свыше даже 32 миллионов баррелей в сутки. Поэтому сейчас мы обращаемся к ситуации снова на Ближнем Востоке. Констатируем, что избыточное предложение продолжает оказывать существенный прессинг на позиции энегресурсов марки нефти WTI и Brent. И плюс ко всему у нас есть еще и ожидания по поводу дополнительных объемов со стороны Ирана. В частности, вчера в ходе пресс-конференции министра нефти Ирана мы узнали то, что это ближневосточное государство готово увеличить объемы поставок сразу, как только будут сняты экономические санкции. Сразу это примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. И спустя еще полгода еще на миллион. Я думаю, что пройдет еще какое-то время и, соответственно, Иран сможет задействовать все свои производственные мощности и выкатить на рынок еще большие объемы. В принципе, об этом мы также говорили уже довольно-таки давно. Отмечаю то, что на рынок энергоресурсов, на стоимость нефти может быть оказано еще большее давление. И, в принципе, к этому стоит готовиться. Хотя, учитывая то, что уже цель 50 реализована, я думаю, что достаточно, конечно же, так теснить позиции нефти. Может быть, в ближайшее время мы увидим консолидацию, проторговку и попытку этого актива оказаться выше психологически важной поддержки. Сейчас это уже сопротивление, то есть 50. Теперь, что касается российской валюты. Разумеется, если мы 300 обозначали высокую корреляционную связь, если нефть уже оказалась на тех значениях, которые никто не предвидел так быстро в плане достижения, российская валюта тоже обновляет свои многомесячные минимумы против, соответственно, конкурентов. Если посмотрим на актуальные котировки сейчас, доллар-рубль, то, в принципе, пара цепляется уже за уровень 64. И, быть может, это еще не предел для актуальной и текущей девальвации российской валюты. Знаем то, что нефть является определяющим ресурсом для рубля. И знаем то, что как раз то, что происходит с нефтью, сейчас тема номер один в той динамике, которую показывает российская валюта. При этом, что касается российского валютного рынка, здесь есть уже, конечно же, опасение того, что ситуация явно вышла из-под контроля. Я думаю, что решение Центрального банка по снижению процентной ставки на 0,5% до 11% было абсолютно преждевременным, потому что риски еще большего давления на нефть, а, соответственно, еще большего усиленного витка девальвации присутствовали. И все равно российский мегарегулятор пошел на столь, скажем, радикальные шаги по дополнительному смягчению экономической политики. Поэтому сейчас в качестве ключевых факторов, которые оказывают давление на российскую валюту, помимо нефти, можно сказать еще о резонирующем эффекте как раз решения Центрального банка, Плюс ко всему, сейчас абсолютно нет никакого спроса на рублевую ликвидность. Мы знаем то, что совсем скоро российскому корпоративному сектору и, в принципе, государству придется исполнить еще и достаточно объемные долговые обязательства на сумму примерно в 15 миллиардов долларов. Мы знаем то, что налоговый период еще очень не скоро, потому что месяц только начинается. А значит, у рубля, по сути, сейчас нет никаких факторов, точнее, даже надежд на локальную поддержку и нет возможности для того, чтобы отбить вот этот прессинг со стороны своих основных конкурентов. В качестве возможной причины, вследствие которой может произойти локальное укрепление рубля, пожалуй, сейчас стоит отметить, может быть, логичное, на мой взгляд, и абсолютно оправданное желание экспортеров зафиксировать результат длинных валютных сделок. Соответственно, если это произойдет, учитывая то, что рубль так сильно девальвировался, это может снова вернуть актив в район 60 рублей за 1 доллар. Ну и потом, все зависит от того, когда же центральный банк начнет действовать и влиять на текущую ситуацию. Я считаю то, что действовать нужно уже сейчас, потому что действительно сейчас уже мы видим, как создаются дополнительные риски. С чем эти риски могут быть связаны? С тем, что на рынке сейчас присутствуют снова инфляционные и девалюционные ожидания. Если таковые имеются, значит, повышается привлекательность и спрос на иностранную валюту, это приводит к долларизации экономики, это, соответственно, подрывает доверие к организованной системе банковского сбережения и наносит непоправимый ущерб показателям устойчивости финансового и корпоративного сектора России. В общем, центральному банку сейчас нужно проявлять как можно больше решительности и брать ситуацию под контроль. Потому что если рубль продолжит девальвироваться, значит, в целом мы снова будем говорить о рисках серьезного разгона инфляционного давления, что непременно скажется на потребительской активности и в конечном счете приведет к еще более удручающим показателям по экономическому спаду. Самый главный вопрос, который сейчас, наверное, стоит задавать, что же все-таки может сделать центральный банк, чтобы повлиять на текущую ситуацию? Во-первых, конечно же, сейчас прежде всего нужно зажимать рублевую ликвидность, нужно делать акцент в пользу именно иностранной валюты, смещать акцент с рублевой ликвидности на долларовую, повышать эффективность операции валютного кредитования. Возможно, стоит рассмотреть возможность кредитования под обеспечение, может быть, даже нерыночных активов. Разумеется, речь идет о валютном кредитовании. Нужна снова учащать аукцион Репо, ввести годовой показатель данного инструмента воздействия на валютный рынок. Почему? Потому что операции валютного Репо снова смогут реанимировать подход трейдеров касательно концепции керри-трейда. То есть тогда, когда валюта будет предоставлять по символичным процентным ставкам, низким, разумеется, эта валюта после этого будет конвертироваться в рублевую ликвидность и вкладываться в облигации, где ставки очень высокие. И эти конверсионные сделки будут приводить к тому, что будет расти привлекательность активов, которые номинированы в рублях, и, разумеется, будет расти спрос на российскую валюту. Таким образом, можно будет добиться эффекта укрепления позиции российской валюты. Ну и совсем, скажем, радикальный, наверное, шаг, на который Центральный банк пошел, как вы помните, в декабре 2014 года, когда рубль, по сути, добрался до небес. Мы видели, как евро-рубль коснулась уровня 100. Российская валюта против доллара была, конечно же, поменьше, учитывая расхождение в курсовой динамике этих активов. Но в целом, вы помните, что Центральный банк был вынужден действовать на опережение, хотя это был уже такой эффект опоздания, потому что потом было очень много критики, почему Центральный банк не действовал раньше. Помните, когда ЦБ разогнал процентную ставку до 17%, после этого начал ее планомерно снижать. Я отмечал то, что, возможно, Центральный банк столкнется снова с необходимостью решения снова очередного ужеточения монетарной политики. И если вообще такое понимание присутствовало на финансовом рынке, то вот этот шаг по смягчению и снижению процентной ставки был абсолютно лишним. Сейчас, если ЦБ начнет снова задирать процентные ставки, это, наверное, будет лишь доказывать, может быть, непрофессионализм управления. В общем, вопросов снова будет очень много именно к монетарному руководству, именно к руководителю Центрального банка. Мы же продолжаем следить за ситуацией. Я считаю то, что все-таки Центральному банку уже пора вмешиваться в ситуацию. Нужно все-таки доказать, что есть в арсенале еще несколько инструментов, которые позволяют влиять на ситуацию с валютой. Идем дальше. Европейская валюта евро-доллар. Откройте графики, посмотрите. Сейчас актуальные котировки 1.0970 в общем рядышком с уровнем 1.10. Как раз тот рубеж, который мы обхаживаем уже очень давно. Но и ждем, что именно от этого уровня пойдет следующее, наиболее интересное ралли. По нашим прогнозам, именно по моему, прежде всего, субъективному мнению, сейчас куда больше оснований для того, чтобы делать ставку на сохранение коррекционного импульса и еще большую просадку евро-доллара. Что касается причин, которые можно закладывать в основу этой сделки, здесь их очень много. Во-первых, это очевидный контраст между политикой ЦБ и ФРС. Во-вторых, это ожидание более агрессивного выкупа активов, расширение ассортимента покупаемых облигаций, продление программы и вообще увеличение емкости этой программы свыше 60 миллиардов евро, которые могут пойти на покупку государственных облигаций. Третий сценарий – это ожидание повышения процентной ставки, то есть ожидание нормализации денежно-кредитной политики в США. Соответственно, если это произойдет, доллар получит хорошее основание для фундаментального роста, а вот рисковым инструментом придется снова терять драгоценные пункты против всех своих основных конкурентов. Прежде всего, это будет касаться развивающихся рынков, но евро тоже будет находиться под серьезным давлением, потому что евро у нас главный валютный риск, то есть барометр рыночного настроения. Еще одна причина – это хорошая статистика, объективно хорошая статистика. Давайте уже не будем, скажем, юлить. Отчетов очень много, есть периодически слабые макроэкономические данные, но в целом общий фундаментальный фонд позволяет придерживаться идеи того, что американский центральный банк, ФРС, Федеральная неземная система, готова к тому, чтобы анонсировать это решение уже до конца этого года. Сроки пока плавают, сентябрь, декабрь, но для нас самое главное то, что присутствует идея, что до конца 2015 года мы с 90% вероятностью услышим о долгожданном решении со стороны ФРС США. И поэтому делаем соответствующую ставку на усиление позиций именно американской валюты. Также стоит еще обращать внимание на динамику доходности между европейскими, немецкими долговыми бумагами, облигациями и, соответственно, американским трежерис. Экспресс доходности растет в пользу сейчас американских бумаг, но это опять же понятно. Здесь можно снова подвязать идею расхождения монетарного курса. Если европейский центральный банк готовится увеличить стимулирование, значит это оказывает понижательное давление на доходности немецких долговых бумаг. Что касается ФРС США и американских десятилетних трежерис, здесь уже совершенно другая логика. Если у нас на повестке ужесточение монетарного курса, там доходность уже потихоньку растет. И мы видим то, что спред постоянно увеличивается, он уже составляет несколько сотен базисных пунктов. И этого вполне достаточно, чтобы продолжать делать ставку на усиление позиций американской валюты. Поэтому по евро-доллару, учитывая ожидание роста, точнее по европейской валюты, учитывая ожидание роста доллара, мы пока стремимся к уровню 1.08. Как только этот рубеж будет протестирован, как только пара окажется ниже, потом уже поставим более агрессивную цель, еще большего снижения в районе 1.05. Что касается пары доллара и японской иены, вчера было очень много отчетов американского происхождения. Личные доходы выросли на 0.2%, личные расходы также подросли. Было опубликовано два индекса производственной активности по версии маркет АСМ. Маркет хороший отчет, АСМ чуть подвел. Но здесь нужно сделать ремарку в плане того, что АСМ в прошлый раз был на 5-месячном максимуме. Поэтому то, что сейчас отчет не дотянул до прошлого показателя, не говорит о том, что эта статистика плохая. Нет, мы в целом видим тенденцию восстановления, и она характерна и для промышленного сектора. Поэтому это вчерашний фундаментальный фонд по США стал еще одним блоком статистических данных, которые убеждают нас в правильности идеи, касающейся покупки американской валюты против японского конкурента. Поэтому USD иена мы продолжаем делать ставку наверх и метим в район 125. Потом, я уверен, пойдем еще выше, особенно по мере приближения к долгожданному решению по повышению краткосрочных процентных ставок. Напомню, что это будет впервые за 10 лет. И что касается еще одной валюты, хотел рассказать вам про перспективы австралийца. Откройте графики, посмотрите. На текущий момент мы видим то, что пара AUTUSD торгуется примерно на уровне 0,7360. Сегодня утром на азиатской торговой сессии был довольно интересный фундаментальный фонд, потому что была опубликована ставка по Резервному банку Австралии. Она сохранилась на прежнем уровне 2%. И, как мы прогнозировали, в принципе, Резервный банк Австралии решил пока не спешить с дополнительными мерами экономического стимулирования. Надеюсь дождаться позитивного эффекта прошлых шагов, которые уже были направлены на дополнительные стимулы. Но в целом мы прекрасно знаем то, что австралийская экономика сейчас испытывает серьезные проблемы, которые активно транслируются с китайского рынка, испытывающего еще большие проблемы. И напомню, что снижение темпов экономического роста Поднебесная Китая стали причиной падения больше, чем на 15% за последние несколько месяцев цен на уголь и железную руду. Это два главных экспортных товара для Австралии. И сейчас цены на это сырье находятся на минимуме за последние 10 лет. Поэтому в связи с этим и в связи со снижением капиталовложения в орнодобывающий сектор австралийская экономика будет испытывать еще большие трудности, а мы будем готовиться к еще более агрессивным шагам по смягчению экономической политики. То есть к снижению процентной ставки может быть даже уже по итогам следующего заседания. Поэтому сейчас еще раз напомню 0,7360, но мы делаем такую вызывающую ставку на то, что эта пара вполне сохраняет потенциал подвижения даже в район 0,7. Это 350 пунктов. Поэтому рекомендую присоединяться и к этой инвестиционной идее. Что касается кодового слова на сегодня, это сфера. Теперь по поводу бонуса. Сегодня это 5,5%. Напомню то, что это бонус, который действует на пополнение, плюс к тем акциям, которые уже характерны для нашей компании. Вопросы есть? Если нет вопросов, большое спасибо за внимание. Ждем комментариев и, конечно же, вопросов на нашем официальном канале Амаркет. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...